Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний ролик будет посвящен моим покупкам от Леванта в парфюмерии. Очень необычной парфюмерии. Да, сегодня я расскажу о ароматах очень странных, которые привлекли мое внимание именно своей необычностью, какими-то нестандартными нотами, использованными в пирамидах, какими-то нестандартными ассоциациями или посвящениями. Если вы заинтригованы, наливайте чай, кофе, готовьте снэк и давайте начинать. Но прежде чем мы начнем, я советую подписаться на свой телеграм-канал. Мой телеграм-канал это место, где у нас непринужденное общение, где я бываю сильно чаще, чем на ютубе. Кроме того, я там пишу свое мнение о косметике, делаю мини-обзоры, я пишу впечатления парфюмерии. В общем, этот канал целиком и полностью посвящен красоте. Обязательно приходите, будет интересно, будет весело. Итак, первый аромат, о котором я расскажу, посвящен аниме. Я думаю, что многие любители парфюмерии знают такой бренд. Этот бренд известен многими своими необычными, одиозными ароматами, с необычными нотами, с необычным позиционированием, странными названиями. И поэтому он весьма популярен в кругах парфманьяков. Но меня привлекла в нем конкретная вещь, меня привлек конкретный аромат. Это аромат, посвященный одному из моих самых любимых аниме Ghost in the Shell. Ghost in the Shell это манга и аниме конца 80-х, начала 90-х годов в киберпанк атмосфере. Я думаю, все, кто любит аниме и киберпанк, знают прекрасно это произведение. Знают главную героиню Монтоко Кусанаги. И каково же было мое удивление, когда я увидел посвящение, коллаборацию с этим аниме у французского парфюмерного дома. Просто, на мой взгляд, Ghost in the Shell, призрак в доспехах по-русски, хоть и культовая вещь, но все-таки достаточно нишевая. Конечно, когда я только узнал об аромате, первая моя ассоциация была с главной героиней. И я не совсем понимал, как должен звучать такой аромат. Да, я прочитал ноты, да, даже прочитав ноты, у меня несколько не совпадала пирамида аромата с тем, как я представлял себе главную героиню. Она очень сильная, она в то же время женственная. В общем, я, думая о парфюме Монтоко Кусанаги, представлял себе что-то такое очень плотное, очень тяжелое. Возможно, что-то такое с металлическими нотками, нотками пороха, нотками какой-то, может быть, городов киберпанковских, то есть нотки какие-то сырости, возможно, нотки каких-то специй, что-то такое, что нас будет относить вот эту атмосферу середины 21 века. В общем, оказалось, что аромат не имеет ничего общего с моим представлением о главной героине. Если вы изучите пирамиду, то такое ощущение создастся, что это какой-то очень нежный аромат. И действительно, когда я его впервые послушал, мне показалось, что это абсолютно легкий, девичий, женственный аромат, который невозможно представить на мужчине, поскольку с первых секунд на вас набрасываются мускусы. Белый мускус, аромат чистоты, аромат женственности, невинности. Но по мере раскрытия аромата вы понимаете, что все не так просто. Аромат начинает явно отдавать каучуковыми резиновыми нотами. То есть постепенно белые мускусы раскрываются в запах резины. Это достаточно необычное сочетание. Но я надеялся, что на этом аромат остановится, но нет. Аромат продолжил раскрытие, и после того, как ушли резиновые ноты, это примерно где-то через час, начали выступать очень такие металлические ноты на фоне белого мускуса. Позже, уже ближе к базе, я стал различать, явственно различать такие какие-то лактонные аккорд. В общем, лактонный аккорд, вот эта молочность. И надо сказать, что на удивление это звучит очень ладно, это звучит очень красиво, это звучит как целое произведение, которое перед вами раскрывается. Причем это звучит очень носибельно. То есть это не какая-то такая, что называется, всратая ниша, это такая очень носибельная ниша. Я бы назвал этот аромат женственным киборгом, потому что здесь присутствует молочная нота, которая нас отсылает к вот этой вот каучуковой смоле, что ли. То есть вот это вот выделение каучукового дерева, которое имеет такой белесый оттенок, жидкий, который затем превращают в резину. Таким образом, мне кажется, хотели показать создание киборга. Да, что у него есть металлический каркас, что у него присутствуют резиновые, так сказать, формы, каучуковые формы, но в то же время он остается таким женственным. Образ Матока Косанаги получился таким, скажем так, легко считываемым, но мне кажется, он все-таки не очень хорошо раскрывает характер персонажа. Но аромат очень классный. Следующий странный аромат, от Левант которого я непременно захотел заиметь, это Serge Lutens Baptême Dufour. Baptême Dufour это можно перевести как крещение огнем, либо боевое крещение. Я не совсем понимаю концепцию этого аромата, поскольку для меня он пахнет глинтвейном. Он пахнет глинтвейном и имбирным пряником. Если вы сейчас представили что-то такое комфортное, что-то согревающее, о нет, этот аромат не про комфорт и не про согревание, потому что аромат очень холодный. Это аромат прошедшего праздника. Это аромат холодного глинтвейна. Это аромат холодных пряников имбирных. То есть праздник прошел, а угощение осталось. И тут наше воображение, конечно, начинает работать на полную катушку. Почему так получилось, что люди не притронулись к угощениям? Почему остался холодным глинтвейн? Почему никто не доел имбирные пряники? Что случилось? Сразу какое-то ощущение тревоги, ощущение трагедии. Да, аромат действительно не очень комфортный. Самое комфортное, что в нем есть, это какая-то такая помадная основа. Ближе к базе он становится помадный. Он, кстати, достаточно, ну, на мой взгляд, стойкий. Просто у меня есть от Levante сержи лютанца, есть тоже один флакон, правда, всего лютанца. Я бы не сказал, что они какие-то супер стойкие. Но этот аромат, ну, 4 часа я его ощущаю очень уверенно. И вот эта помадность в базе, она как-то немного смягчает тревогу. То есть аромат постепенно становится менее тревожным. На старте есть кое-что удивительное. Дело в том, что многие люди на старте ощущают какую-то ноту пороха или металла. Возможно, наше воображение с нами играет, поскольку название «Боевое крещение» предполагает какую-то битву. Поэтому многие могут представить, додумать какую-то ноту металла, какую-то ноту пороха и так далее. Но я прям не могу сказать, что я ощущаю что-то такое. Но, возможно, здесь есть какой-то призвук, как будто бы запах серы от спичек. Либо это запах бенгальских огней. Но он очень слабый и идет сильно фоном. Все-таки основное, это основная тема, это неудавшийся праздник. Это праздник украшения, брошенный в попыхах из-за того, что что-то случилось. В общем, если вы ищете какой-то комфортный новогодний аромат, это, безусловно, не тот вариант. Но аромат очень интересный. Мне он очень нравится. Я просто кайфую в нем. И, возможно, я буду мечтать о целом флаконе. Но, насколько я понимаю, сейчас это редкость. Следующий аромат от «Левант», которого я непременно захотел себе на полку. Это аромат. Дело в том, что я долго искал аромат «Ладена». Я искал аромат «Ладена». Я даже спрашивал советов у своих читателей, подписчиков в Телеграме. И мне давали советы. Я ходил, потом тестировал ароматы, слушал ароматы в магазинах. Но все было не то. Потом я зашел в, так сказать, разливайку. Место, где... Парфбар. Это как правильно называется? В общем, место, где вы можете послушать и попросить вам отпшикать определенный объем парфюма. Мне там предложили несколько ладанных ароматов. Я всех и послушал. И я понял, что все было не то, кроме одного. Дело в том, что я искал холодный ладан. Я искал невоскуренный ладан. То есть, обычно, если мы думаем о ладаном аромате, это, как правило, что-то теплое. Это воскуренные благовония. Это какая-то уютная церковь. Это аромат дерева. Может быть, аромат хвои. Может быть, это какой-то аромат меда. Может быть, это какие-то цветы. Может быть, это ветивер. Это может быть разные ноты. Ладан прекрасно сочетается с большим количеством нот. Но мне хотелось именно невоскуренные благовония. То есть, такой холодный, не мрачный, но отстраненный ладан. Поэтому я отсек сразу очень много популярных вариантов. Да, и некоторые из них запомнил. И в будущем могу, так сказать, заказать их от Левант. Но я решил остановиться вот на этом варианте. Этот аромат в таком потрясающем флаконе с крышкой, которая представляет собой окно розу в соборе. И, собственно, он называется Розариум. И автор Анджела Чампанье. И Розариум можно перевести как четкий. Можно перевести как окно роза. Я думаю, что все-таки имелось в виду окно роза. И, судя по описанию на сайте производителя, я довольно-таки близок к истине. Просто все зависит от того, с какого языка вы переводите. Чем необычен этот аромат? Это холодный ладан. Это холодный ладан в металлической коробочке. В металлической коробочке из-под фиалковых леденцов. Которая лежит, скажем, в старом комоде в небольшой провинциальной церкви. В общем, этот ладан только ждет своего часа. В звучании, когда вы его только распыляете, вы чувствуете этот холодный ладан. И потом такая очень красивая фиалковая подложка. И какой-то молочный фон, который для меня немножко отдает металлам. Вот из-за этого я представляю себе ладан в металлической коробочке из-под фиалковых леденцов. Этот аромат практически полное попадание в мой запрос. Практически полное попадание в точку. Мне он очень нравится. Я действительно в нем кайфую, успокаиваюсь. Я просто вдыхаю этот аромат. И мне становится так хорошо, так спокойно, так свободно. Я представляю себе вот эту вот какую-то маленькую церковь и ладан, который лежит, ждет своего часа. Это просто очень красиво. И здесь нет какого-то явного теплого дерева, как во многих ароматах. Нет какой-то... нет ничего того, к чему мы привыкли. Просто фиалки, молоко, оказалось, что они так красиво могут оттенить ладан, что в голове нарисуется целая картина. Аромат, к слову, не очень стойкий и не особо громкий. Да, я его ощущаю на себе часа четыре уверенно. Но я бы сказал, что я его ощущаю в помещении. Потому что на улице он очень быстро... В общем, он как-то разлетается. И я его еле чувствую. Только с каким-то там порывом ветра я могу его ощутить. Спустя, скажем, часа четыре. Но в помещении я его чувствую уверенно. В общем, аромат тихий. Аромат интимный. Это просто аромат, как будто бы тихая молитва в старой церкви. Но, к сожалению, он достаточно дорогой для меня. Поэтому думаю, что обойдусь от Левантом. Тем более, что я пока об этом не рассказывал. Но я нашел свой идеальный ладан. Да, он не настолько тончно попадает в мой запрос, как этот ладан от Анджелы Чампании. Но он все равно очень близко. И он по-своему красив. О нем я расскажу немного позже. Ну, последний аромат на сегодня, который я просто от Левант взял буквально в шутку. То есть, я не был уверен, что еще взять. Но мне хотелось взять еще что-нибудь. И я решил взять что-то действительно необычное. То, что мне покажется таким немного странным. И этот аромат, пожалуй, он идеально попадает под эти критерии. Он действительно необычный. Он странный. И он вызывает в голове целые картины. Все, как я люблю. Это аромат Beaufort London 1805 Tonner. Ну, во всяком случае, я думаю, что вторая часть названия произносится по-французски. Сам по себе аромат посвящен Трафальгарской битве. Когда в 1805 году английские войска на море вступили в сражение со франко-испанской эскадрой. Так о чем же этот аромат? Чем он меня, так сказать, очаровал? Этот аромат... Первое, что я услышал, когда только нанес его, это был склад. Старый пыльный склад. С бетонными стенами. Где стены поросли мхом от влаги. И эта влага пропитала собой все в этом... На этом складе. И на этом складе хранится порох. То есть, это такой влажный, очень влажный аромат. А я его носил во влажную погоду, что многократно усиливало впечатление. Это влажный аромат мокрого пороха, мокрой пыли, какого-то мокрого бетона, может быть, мокрого дерева или кожи. В общем, аромат влажный, тревожный. Он с каким-то металлом, дымом, порохом. Нет, пожалуй, металла здесь минимум. Металл это скорее дорисовывает мое воображение, потому что здесь аромат такой пронзительный, щекочущий, пыльный и влажный. На мой взгляд, так звучит мокрый порох. Так звучит мокрый порох, но и на фоне ощущается все-таки дым. Ощущается дым, аромат шлифит просто потрясающе. У него какая-то невероятная стойкость. Мне достаточно один раз вот так от леванта пронести в воздухе, и остается такой длинный шлейф. Ох, аромат очень, скажем так, не очень носибельный. В отличие от предыдущих ароматов, которые можно легко на себя надеть, этот аромат скорее представляет собой какое-то авангардное произведение. То есть он существует сам по себе, вы существуете сами по себе. Я, когда надел этот аромат, не почувствовал что-то такого единения с ним. Я не почувствовал комфорта. Я не почувствовал, что этот аромат сидит на мне. Я почувствовал, что он просто рядом со мной, что он как будто бы меня сопровождает. Вот такой странный аромат Трафальгарской битвы. Кстати, хочу сказать, что у него какая-то, наверное, амбровая основа. Во всяком случае, она прям, ну, очень стойкая. И, знаете, что мешает ему скатиться вот окончательно в авангард? Что делает его более-менее носибельным. То есть я его носил, да, я почувствовал запах пороха, да, я почувствовал запах дыма, да, я почувствовал какой-то запах, может быть, горюче-смазочных материалов, даже какой-то дегтярной кожи, чего-то такого. В общем, аромат картина. Но у него присутствует какая-то бальзамность. И вот эта бальзамность, она делает его более носибельным. То есть, когда вы его слушаете, вы чувствуете, что все же это парфюм, что все же это не набор какой-то запахов Трафальгарской битвы, что все же это парфюм. То есть, здесь присутствуют ноты, которые собирают композицию воедино, которые проходят от и до. То есть, это какая-то бальзамная нота, какая-то амбровая, что ли. В общем, аромат очень интересный. Вслепую покупать, естественно, не стоит, потому что, ну, как минимум, стоимость его высока. И, пожалуй, аромат, мягко говоря, не для всех. Я просто действительно плохо представляю, куда его носить. Это просто поставить на полку и любоваться. Но это такой аромат, который хочется поставить на полку и любоваться. Это действительно хорошее произведение. Ну что ж, на этом на сегодня все. Большое спасибо, что были со мной. Напишите обязательно в комментариях, слушали ли вы эти ароматы. Может быть, вы их имеете в коллекции. Напишите свои впечатления о них. Может быть, у вас есть другие ароматы этого бренда, этих брендов. Например, Beaufort London. Мне почему-то после этого аромата захотелось познакомиться с их другими произведениями. В общем, будет интересно почитать ваши комментарии. Обязательно пишите. Напишите также, смогли бы вы носить такие ароматы. Ароматы киборгов, ароматы неудавшегося праздника, ароматы Трафальгарской битвы. Смогли бы вы носить на себе такое. Будет очень интересно почитать. Всем большое спасибо за внимание и всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok